Я считаю, что вот такие структуры очень сильные и очень, как сказать, которые имеют доступ к каким-то особенным методам работы, достаточно скрытых методам работы. Для таких структур по образу других стран нужно назначать на такие структуры в том числе людей из страны, которые хотя бы подготовлены с точки зрения государственного управления, знают страну хорошо, знают специфику. Почему? Потому что нужно четко разделять оперативную работу на гражданскую часть, гражданско-политическую часть работы. То есть эта структура, по сути, она должна иметь такое гражданско-политическое управление. И это неправильно, что у нас первый раз такая практика. У нас были и раньше были дипломаты, был один дипломат, господин Балан очень известный. Был господин Решетников. Господин Решетников, да, был советником президента, если я не ошибаюсь, до того, как он стал директором СИБА. То есть это не первый раз. И я, в принципе, адепт именно такого подхода, что... Не освежит кровь необходима. Нет, не освежит кровь, понимаете, и в МВД. Когда вот устраивается эта вертикаль такая, те же люди изнутри, на высшей должности. То есть мне кажется, что теряются, скажем, тенденции и желание этого учреждения меняться. А меняться, и я не буду использовать слово реформа, у меня к нему уже какая-то мозоль и аллергия. Но меняться нужно постоянно подстраиваться под ситуацию, под общество. И беря во внимание то, что это учреждение было достаточно закрытым, доверие к нему, честно говоря, не очень сильное. Если брать даже пример других стран, соседних стран, вот в Румынии или в Украине, там намного выше доверие к этому институтам. Нужно, значит, точно разделять оперативную часть работы. И по закону, в принципе, это правильно. Руководитель этой службы может быть политическим назначенным, то есть человеком, который приходит из другой сферы, публичной какой-то сферы. Но уже обязательно замы и все остальные работники, естественно, не изнутри. То есть по закону он не пользуется доступом к засекреченным делам. В частности, нет, он имеет доступ к определенным секретности, но не имеет доступ к, скажем, там, я не знаю, как по-русски будет, к тем, которые работают под прикрытием, он не знает имена и тому подобное. Ну, примерно, я так скажу. То есть, мое мнение, что это неплохое решение, это хорошее решение, уже он должен показать себя с лучшей стороны. И тот факт, что он не очень известный человек, думаю, для специфики вот этого учреждения, это неплохо. Есть у него какие-то научные работы по этому поводу, он юрист, писал какие-то статьи, исследования по поводу национальной безопасности реформирования. То, что я услышал сегодня в парламенте. Редактор субтитров А.Семкин